Добрый день, дорогие посетители информационного портала Уллправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева и тема сегодняшнего актуального интервью посвящена обороту оружия и деятельности частных охранных предприятий. Об этом нам расскажет временно исполняющая обязанности начальника лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ульяновской области Дроздов Сергей Викторович. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала давайте немножечко расскажем конкретно о вашем подразделении. Чем вы занимаетесь и, может быть, чем, как хорошо для вас закончился прошедший 2017 год? Подразделение лицензионно-разрешительной работы Ульяновской области осуществляет контроль за оборотом оружия и контроль за деятельностью частных охранных предприятий, а также юридических лиц и лиц с особыми уставными задачами. Если в двух словах, то вот это основная наша функция, значит, все, что связано с оружием и все, что связано с частной охранной деятельностью и связано с деятельностью частных детективов. По итогам 2017 года основные усилия нашего подразделения были направлены на предупреждение, в первую очередь, правонарушений, связанных с оборотом оружия. Благодаря принимаемым практическим мерам нам удалось в определенной степени снизить количество допущенных правонарушений, так, количество похищенного гражданского оружия, значит, снизилось на 60%, на 35% снизилось количество утраченного оружия, значит, количество преступлений, связанных с зарегистрированным оружием, снизилось на 58%, значит, на 65% удалось нам достичь снижение количества лицензий и разрешений с истекшими сроками, значит, это, как бы, одна из основных наших проблем. Значит, любая единица оружия, которая находится в незаконном владении граждан, это предмет, который, предмет повышенной опасности, который доставляет нам заботы и хлопоты, то есть либо это объект преступления, либо потенциальные, как бы скажем, потенциального преступления, поэтому оружие должно быть всегда учтено, оружие должно храниться у граждан на законных основаниях и правила хранения оружия должны неукоснительно соблюдаться. Ну вот, в силу последних событий, которые происходят в мире, тема незаконного хранения оружия очень актуальна. Буквально сегодня произошла трагедия в штате Флорида, жертвами стрельбы в американской школе стали 17 человек. К сожалению, в России подобные случаи тоже нередки. Вот расскажите, пожалуйста, что грозит человеку, который незаконно владеет оружием и планируется ли ужесточить ответственность за незаконное хранение? Ну, по крайней мере, в ближайшее время, насколько я знаю, не планируется вносить изменения в законодательстве в части ужесточения за незаконное владение оружием, я считаю, что достаточно серьезной ответственности на сегодняшний день существует. То есть она уже установлена. То есть, во-первых, незаконное владение оружием предусматривает уголовную ответственность в соответствии с статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, здесь предусмотрено лишение в качестве меры пресечения, предусмотрено лишение свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Значит, я считаю, что это достаточно серьезная мера, которая отвлезляет граждан. Значит, если мы касаемся, значит, того оружия, которое запрещено к обороту. Значит, если брать оружие, которое разрешено и находится у граждан на руках, здесь тоже достаточно серьезные меры применяются. Значит, ну, во-первых, в первую очередь, если гражданин своевременно не обратился, своевременно не подал документы на продление разрешения на хранение, ношение, значит, то предусмотрена, значит, ответственность по статье 20.11 административного кодекса Российской Федерации, где, значит, от предупреждения до 2000 рублей штрафа предусмотрено. То есть, как бы, достаточно серьезная мера. Значит, если гражданин не только своевременно не подал документы на переоформление, но вообще этот срок пропустил, то есть, получается, если он перешел из разряда владельцев, которые хранят на законных основаниях в категорию людей, которые хранят оружие незаконно, здесь уже более серьезные санкции, значит, они предусмотрены статьей 20.8 частью 6. Значит, как правило, ну, уже есть сложившаяся практика судов по данному правонарушению. Значит, это штраф в 3000 рублей и конфискация оружия, либо привлечение к административному аресту на срок до 15 суток. То есть, как бы, вы понимаете, что достаточно это серьезно. Значит, конфискованное оружие идет в реализацию дохода государства. То есть, соответственно, владелец лишается своего предмета владения. Поэтому в данном случае это очень серьезная санкция. Мне кажется, что ужесточать, наверное, дальше нет необходимости. А если человек сам добровольно сдаст оружие, грозит ли ему ответственность? Нет, в данном случае он себя полностью снимает ответственность. Мало того, что ему не грозит ответственность, то есть его еще, как бы, государство стимулирует к этому. Поскольку задачи государства, в данном случае, и вся политика государства направлена на то, чтобы изъять из незаконного оборота оружие, которое по тем или иным причинам находится там. То есть, если человек нашел, допустим, оружие, это касается именно незарегистрированного оружия, которое не стоит на учете. Если он нашел или кто-то ему передал, осталось от кого-то, значит, он имеет право обратиться с заявлением и сдать в ближайший отдел полиции. После необходимых проверок, после того, как проверят на причастность к совершению преступления, на то, имеет ли данная единица оружия владельца, значит, если будет установлено, что оружие-то не зарегистрировано, что оно не является, допустим, непричастным к совершению какого-либо преступления, значит, дальше запускается процедура обычная, то есть стандартный набор документов через лицензионно-разрешительную службу, и он, соответственно, становится участником программы, значит, которая предусматривает компенсацию от 15 тысяч рублей, в зависимости от того, какой категория относится единица оружия. То есть, человек имеет право не только, значит, как бы не нарушать закон, не только не подвергнуться санкциям каким-то, но еще и как бы получить определенную компенсацию за то, что он выполнил свои обязанности добросовестно. — А если человек по всем правилам хочет оформить документы на получение хранения оружия, какие справки, какие документы ему нужно собрать? — Ну, здесь это как бы известный набор документов, он опубликован на сайте госуслуг, то есть тут ничего не меняется за последние много лет уже. Первое — это паспорт гражданин Российской Федерации. Второе — справка установленного образца медицинская, то есть, как бы, ну, чем она отличается от обычной, надо еще обязательно пройти тест на наркотики, то есть, как бы, чтобы человек не имел наркотической зависимости. Дальше, значит, документ о том, что человек получил соответствующее образование и знает меры безопасности при обращении с этим оружием. Это что касается травматического. Значит, если это охотник, то еще охотничий билет федерального образца, установленный федеральный образца, еще больше никакие дополнительные документы не требуются. — Вы затронули портал госуслуг, то есть человек может через госуслуги все это оформить, верно? — Совершенно верно. Причем ему даже будет гораздо удобнее и дешевле это сделать, потому что портал госуслуг позволяет, во-первых, сэкономить наше время, во-вторых, сэкономить время гражданина, значит, не терять его на то, чтобы добраться до нас, значит, то, чтобы ждать в очереди за разъяснениями и так далее. Можно в электронном виде подать все документы, они будут зарегистрированы. Кроме того, если вы воспользуетесь порталом госуслуг, значит, вы получите скидку в размере 30%. То есть, это будет еще не только быстрее, но и дешевле. — А если же все-таки человек к вам придет, то сколько по времени будет занимать оформление, получение разрешающих документов? — Все наши процедуры, они регламентированы, поэтому в соответствии с действующим законодательством, значит, на прием гражданина отводится не более 15 минут. В течение 15 минут мы должны обсудить с ним все вопросы, оформить все документы. — А какие меры применяются к тем гражданам, которые хранят оружие с истекающим сроком действия? Что они должны продлить? Какие документы принести? Как вот это все регламентируется? — Ну, принципы продления и оформления вновь, оно практически ничем не отличается, поэтому все то же самое, что я перечислял до этого. Значит, единственное, хочу обратить внимание, что срок переоформления, значит, законного истекает за 30 дней до окончания действия лицензии. То есть гражданин должен обратиться не позднее, чем за 30 дней до истечения разрешительных документов. Значит, так прописано административным регламентом. Значит, в этом случае, значит, к нему никаких санкций применяться не будем. — Ну, в этом году будут проходить сразу два значимых события. Это буквально через месяц стартуют выборы президента, и летом пройдет чемпионат мира по футболу. Будут ли какие-то ограничения или запреты для владельцев оружия в период проведения и подготовки этих мероприятий? — Да, в связи с тем, что у нас проводятся мероприятия мирового масштаба, чемпионат мира по футболу, и касается он четырех регионов, которые находятся непосредственно с нами, это Самарская область, Нижегородская область, значит, Республика Татарстан, Республика Мордовия, то весь оборот, все движение оружия, перемещение оружия, значит, за границы этих субъектов перечисленных запрещено. То есть касается это всех, включая и владельцев оружия, которые проживают на территории Ульяновской области. Этот запрет установлен указом президента, значит, и будет он носить временные параметры с 25 мая по 25 июля. То есть как бы вот на протяжении этого времени все движение оружия будет запрещено вот в этих четырех субъектах. Ну а вообще, как бы, скажем, в этот период мы рекомендуем ульяновцам, владельцам оружия, исключить любое перемещение за границей Ульяновской области, потому что, значит, кроме перечисленных четырех регионов, те, которые непосредственно находятся в Поволжье и находятся по соседству с нами, значит, еще ряд регионов, Московская, Ленинградская, Волгоградская и ряд других областей, значит, также будет запрещен ввоз оружия. Будут мероприятия по ограничению охоты, поэтому настоятельно рекомендуем во избежание каких-либо неприятностей, значит, владельцам оружия с оружием за пределы Ульяновской области в данный период не выезжать. Вы затронули частные охранные предприятия. Вот ужесточились ли требования к ним после случая, который произошел в январе в Перми, где подросток устроил поножовщину, и он смог зайти в школу, минуя охранников, как раз ЧОПов, вот, будут ли какие-то изменения? Ну, я так понимаю, что эти события, которые произошли, стали причиной того, что в этом году мы уделяем более пристальное внимание, значит, этим структурам, значит, разработан план мероприятий по поручению правительства Российской Федерации, значит, который предусматривает более дополнительные проверки. Значит, у нас они спланированы в отношении 49 таких объектов, значит, в принципе, мы уже к ним приступили. Некоторая часть касается проверок субъектов, значит, которые несут службу с оружием, некоторые направлены на проверку именно тех частных охранных предприятий, которые осуществляют охрану школ и образовательных учреждений. Поэтому, значит, в рамках этих проверок мы досконально, тщательно изучим их деятельность, посмотрим, насколько она соответствует, значит, предъявляемым требованиям, и будем принимать соответствующие меры реагирования. Поэтому 2018 у вас будет крайне плодотворным. Напряженный, да. Объем работы будет побольше, чем в предыдущем. Спасибо вам за информативные ответы. Ну, а наше время подходит к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова